Когда-то давным-давно люди мечтали посадить яблони на Марсе. Летали на Луну, изучали Венеру. Вся солнечная система была как открытая книга. Что наша система, вся вселенная была перед человечеством. Оставалось сделать всего один шаг. Но тут вдруг что-то произошло и мы все встали на месте, боясь даже пошевелиться. Боимся лететь на Луну, не можем до сих пор полететь к Марсу, основываемся на давно полученные данные из Венеры. Что вдруг произошло? Оставим это на совести историков. Возможно, лет через 300 они поймут, что же произошло с нами сегодня. Ну а мы с вами вернемся в прошлое и посмотрим на гигантский скачок человечества, которое не побоялось сделать свой первый шаг. Главным событием в изучении Луны стал полет Аполлон-11 в июле 1969 года. Впервые в истории человечества люди ступили на поверхность Луны. Этими людьми были Нил Армстронг и Бас Олдрин. Армстронг сделал свой первый исторический шаг в качестве командира миссии Аполлон-11. Он сказал тогда, это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Эта миссия началась 16 июля, когда космический корабль астронавтов был поднят в воздух ракетой Сатурн-5 из космического центра Кеннеди во Флориде. Вместе с Армстронгом и Олдрином был третий член их команды Майкл Коллинз. Все трое ранее летали на миссиях Близнецы. Как и во всех миссиях Аполлон, космический аппарат вышел на околоземную орбиту и направился к Луне. Все происходило, как и с Аполлон-10. Защитные панели вокруг лунного модуля, которые получили название Игл, были выброшены, а командный модуль, названный Колумбия, повернулся, чтобы состыковаться с ним и вытащить. Две цветных телевизионных трансляции были переданы с космического корабля во время полета. Первая из Колумбии, а вторая из Игла, после того, как Армстронг и Олдрин надели свои скафандры и пошли осмотреть посадочный модуль. 19 июля, когда Аполлон-11 находился за Луной и вне контакта, был запущен главный двигатель, чтобы вывести космический корабль на лунную орбиту. Это был очень напряженный момент, так как диспетчеры миссии и весь мир, наблюдавший за этим историческим событием, ждали с тревогой возобновления контакта с кораблем, чтобы узнать, прошло ли все успешно. На следующий день Армстронг и Олдрин снова вошли в лунный модуль, чтобы еще раз проверить все, прежде чем посадочный модуль отделился от Колумбии, вытянув сложенные ноги. Коллинз остался на корабле-носителе, продолжая двигаться по орбите вокруг Луны. На своей 13-й орбите на обратной стороне Луны Игл запустил двигатель, чтобы начать снижение к Луне. Вся сложность задачи заключалась в том, чтобы привести посадочный модуль с высоты 15 тысяч метров со скоростью несколько тысяч километров в час до полного мягкого приземления на поверхность Луны. Вторая, более сложная задача была после того, как лунный модуль вновь появился из-за горизонта Луны. Нужно было снижать посадочный модуль, пока он не окажется примерно на 8 тысячах метрах от предполагаемого места посадки и на 8 километрах над лунной поверхностью. Даже на тренировках посадка орла всегда была очень сложной задачей для Армстронга и Олдрина, а тут посадка на Луну. Кроме того, в модуле почти закончилось топливо, прежде чем они свершили посадку на поверхность Луны. Проблемы начались, когда они были близко к запланированной точке приземления, в море спокойствия и сигнальные огни начали мигать, поскольку бортовой компьютер изо всех сил пытался успевать за командами. Затем, когда Армстронг смотрел в окно в поисках гладкого участка, чтобы безопасно спустить орла, он начал сильно переживать, увидев, что они направлялись прямо к большому кратеру, усыпанному валунами размером с машину. Попытка приземлиться там была очень опасной, так как мог опрокинуться космический корабль, что было бы катастрофой для них. Армстронг взял на себя ручное управление компьютером лунного модуля и направил его над кратером и валунами в поисках более безопасной зоны для приземления. Когда он наконец начал снижать аппарат, поднялась лунная пыль, которая сильно мешала обзору. Центр управления полетом в Хьюстоне предупредил их, что они очень близки к тому, чтобы прервать посадку. Но тут ноги посадочного модуля мягко коснулись поверхности Луны и корабль прелунился. Произошло это великое историческое событие 20 июля. Армстронг сообщил на Землю. Хьюстон, здесь база спокойствия. Орел приземлился. В баке осталось всего на 20 секунд топлива. Коллега-астронавт Чарли Дюк, который передавал сообщение из Центра управления полетом, ответил. Роджер, спокойствие. Транслируем вас на Землю. У тебя тут много парней, которые вот-вот посинеют. Но мы снова дышим. Большое спасибо. После того, как посадочный модуль Игл благополучно оказался на Луне, весь мир с нетерпением ждал того самого исторического момента, когда Нил Армстронг и Эдвин Бас Олдрин станут первыми людьми, вступившими на поверхность Луны. Астронавты тоже очень хотели этого. Сначала они должны были отдохнуть 4 или 5 часов, так как не спали очень долго. Но, конечно же, они хорошо понимали, что у них будут большие проблемы со сном, так как они первые люди, которые должны были спать на Луне. Центр управления полетом позволил им начать подготовку к выходу из лунного модуля на поверхность Луны. Как бы им не хотелось быстрее ускорить этот момент, но прошло уже более 6 часов, прежде чем они ступили на поверхность Луны. Армстронг первым вышел из люка и спустился по лестнице. Камера, прикрепленная к кораблю, отправляла призрачные черно-белые изображения этого процесса, чтобы можно было смотреть в прямом эфире на Земле. Наконец, в 2.56 по всемирному времени, 21 июля. В США еще был вечер 20 июля. Нил Армстронг сошел с трапа лунного модуля на поверхность Луны, чтобы сказать свои вошедшие в историю всем известные слова, которые он планировал сказать во время путешествия к Луне. Нил Армстронг совершил свое первое историческое путешествие по Луне и собрал несколько образцов камней на случай, если им нужно будет быстро улетать. Уолдрин тоже спустился по лестнице, чтобы присоединиться к нему на поверхности. Двое мужчин, весящих в 6 раз меньше, чем они были на Земле, благодаря более слабой гравитации Луны, остановились, чтобы взглянуть на вид, который никогда не видел ни один человек на Земле. Позже Уолдрин описал это как великолепное запустение. Их первой задачей было установить камеру на штатив примерно в 10 метрах от посадочного модуля, вместе с флагом США и медалями, в память об американских астронавтов и советских космонавтов, которые погибли, стремясь достичь космоса. Небольшой диск содержал послания доброй воли, собранные в 73 странах мира. Затем космонавтам позвонил президент Ричард Никсон, он сказал им, это безусловно самый исторический телефонный звонок из Белого дома. В течение более чем 2,5 часов Армстронг и Уолдрин провел ряд экспериментов на лунной поверхности, которые позволили бы обнаружить лунные землетрясения, собирать данные о солнечном ветре и лунной пыли и производить точное измерение расстояния от Луны до Земли. Затем, после 21 часа 36 минут на поверхности Луны, включая наконец сон, пора было уходить. Двигатель стартовой ступени Орла отправил их обратно на орбиту. Позади модуля, прикрепленная к ступени спуска табличка гласила, здесь были люди с планеты Земля. Впервые мы ступили на Луну, июль 1969 год нашей эры. Мы пришли с миром ради всего человечества. Майкл Коллинз, который ждал на орбите Колумбии возвращения путешественников с Луны, заснял приближение лунного модуля, прежде чем его товарищи по команде пристыковались и вернулись обратно в командный модуль. Так как лунный модуль больше не использовался, он был сброшен. После командный модуль запустил свои двигатели и полетел обратно на Землю. Два с половиной дня спустя, командный модуль приводнился в Тихом океане, где ждал их USS Harnet с президентом Никсоном на борту, чтобы вернуть этих героев домой. Все трое отправились сразу же в карантин на три недели на случай, если вдруг они получили какое-либо заражение на поверхности Луны или путешествуя в космосе. Нил Армстронг был очень скромным человеком, который пытался держаться в тени после такого исторического события, став первым человеком, вступившим в другой мир. Он сделал себе имя во время Корейской войны в начале 50-х годов, выполнив несколько боевых вылетов. Он стал летчиком-испытателем. Его холоднокровие и опыт впервые проявились, когда все четыре двигателя у его самолета Б-29 вышли из строя. Но самолет благополучно приземлился, благодаря усилиям пилота. Затем, будучи астронавтом Gemini 8, он получил еще один урок. Его капсула начала сильно вращаться, что чуть не привело к катастрофе. Но все обошлось, благодаря быстрым и вовремя верно принятым решениям. Уже он тренировался на тестовой модели лунного посадочного модуля, получившего название «летающая кровать». Когда аппарат вышел из-под контроля, Нилу пришлось срочно катапультироваться. Благодаря быстрому принятию решения Нил остался жив. Окинув взглядом догорающий тестовый лунный модуль, он продолжил свои тренировки, так как его цель была на виду, и это была Луна. После полета на Луну, Армстронг стал преподавателем в университете, преподавая аэрокосмическую инженерию. Нил Армстронг навсегда вошел в историю человечества, как первый человек, вступивший в другой мир. В 2012 году, в возрасте 82 лет, Нил Армстронг ушел в свое последнее путешествие. Эта короткая жизнь вполне обычного рядового человека, который вошел в историю своей необычной судьбой. Он оставил свой след в жизни подобно вспышке падающего метеора в небе. Быть может, когда-нибудь наши потомки полетят обратно на Луну. Каково же будет их удивление, когда они найдут следы человека на Луне и неизвестные науке транспортные средства. Хотел бы я увидеть их удивленные лица.